Генеральный спонсор программы – компания «Фаберлик Казахстан». Здравствуйте, с вами Аделя Ардаширова и программа «Макияж за 5 минут». Меня зовут Исула Кустаева, мне 24 года. И моя деятельность связана с фэшн-ивентами. И как говорят в народе, я сапожник без сапог. У меня абсолютно не хватает времени на себя. А так хотелось бы выглядеть красивой. Хочется научиться делать макияж за достаточно короткое время. Если вы меня этому научите, я буду вам безмерно благодарна. Айсул, здравствуйте. Здравствуйте. Я расслышала, что ты нуждаешься в очень быстром мейкапе. И поэтому сейчас я тебе покажу максимально комфортное время для нанесения макияжа. Я думаю, это будет очень здорово. Используешь ли ты крема летом? На самом деле, да. Моя кожа очень сухая. И вне зависимости от сезона, я постоянно нуждаюсь в увлажнении. И поэтому летом я также использую крем. Увлажняющий крем с алоэ верой и ежевикой от Фаберлик. Прекрасно увлажняет, защищает и снимает раздражение. Я наношу тональную основу. Она наносится на район глаз. Вот такой полоски. После того, когда мы нанесли тональную основу на район глаз, нам необходимо зафиксировать пудрой. Важно очень хорошо припудрить район глаз, чтобы тени наши не скатывались. Зафиксировав тональную основу пудрой, мы приступаем к оформлению бровей. У тебя своя форма бровей очень красивая. Не стоит их перенасыщать пигментами. Более того, не надо делать их слишком широкими, иначе расстояние между бровью и глазом уменьшается. После того, когда ты нанесла тени, очень важно щеточкой прочесать брови от излишков текстур. Слегка дав акцент твоим бровям, мы теперь приступим к оформлению глаз. Я хочу тебе дать зеркало. При оформлении макияжа глаз карандашом в первую очередь начинаем с нижнего века, сделая здесь линию пошире, и сводя на нет к внутреннему углу. Наша задача соединить нижний угол с верхним. Тем самым мы затемняем боковую часть, и у ресничного края я чуть-чуть затемняю. Это называется посадка глаза карандашом. Тебе потом достаточно будет растушевать этот карандаш кисточкой и зафиксировать темнями. Карандашом я тебе искусственно нарисовала века. А теперь приступаем к растушевке. Важно растушевывать краевую линию, чтобы был плавный переход в дым. Также важно отработать с нижним веком. Теперь необходимо карандаш зафиксировать тенями, для того, чтобы карандаш не скатывался на нашем веке. Тенями я затемняю внешний угол глаз. Айсулуша, благодаря этой палитре мы сделали плавный переход из светлого на темный. Мы закончили с тенями, приступаем к подводке. При нанесении к подводке очень важно внешний угол глазика чуть-чуть увеличить. Ну а, конечно, внутренний угол должен быть более тоненький. Ну а сейчас мы закончили с подводкой и приступаем к ресницам. При оформлении туши желательно начинать оформление с нижних ресниц. Не обязательно нижние реснички красить очень ярко. Мы быстро оформили макияж глаз. Теперь нужно выровнять тон лица. Для этого я сейчас возьму тональную основу. Какой тональной основой ты пользуешься? Зачастую мне необходим стойкий макияж, поэтому я использую текстуру, чтобы была более плотной и держалась очень долго. Да, я с тобой согласна, потому что присутствуют красные сосуды. И наша задача, чтобы маякап держался максимально долго. Я предлагаю тебе дома несколько раз посидеть, попробовать нанесение карандашом, растушевать кисточкой и задублировать тенями. Я обязательно запомню. Надо зафиксировать пудрой. После пудры обязательно атрибут – это наши губы. Я бы хотела тебе нанести красный цвет помады. Как ты к нему относишься? Если честно, я отношусь к красной помаде двояко. Но учитывая формат мероприятия, думаю, стоит попробовать. Красная помада очень красивая. И ее всегда желательно оформлять с центра. А чтобы помада не достигалась и держалась долго, что нужно сделать? Есть два варианта. Первый вариант – использовать истучивую помаду. А второй вариант – фиксировать карандашом либо пудрой. То есть фиксировать нужно поверх помады? Да. Итак, мы нанесли помаду. Это последний штрих макияжа. Спасибо вам большое. Я буду стараться, буду использовать те уроки, которые вы мне преподнесли. И наверняка я сегодня сделаю 100 миллионов селфи. С таким макияжем ты можешь пойти не только на фэшн-вечеринку, но и на красную дорожку. В этом макияже было использовано. Тональный крем – сочный цвет. Содержит специальный умный пигмент для создания эффекта фотошоп. Усиливает естественное сияние кожи и придает лицу здоровый цвет. Микрочастички золота обеспечивают антивозрастной эффект. Палета для бровей. С ее помощью вы легко сделаете брови визуально более густыми и широкими. Три оттенка из палеты помогут добиться оптимального цвета и придать бровям естественный вид. Можно использовать градацию цвета для создания эффекта густоты. Увлажняющая губная помада CC – увлажнение в цвете. Уникальная формула придает насыщенный цвет, сочный блеск и выравнивает поверхность губ. Благодаря специальной текстуре губы приобретают гладкость и визуальный объем. Помада великолепно держит контур губ, выгодно подчеркивая их форму. Будьте красивыми вместе с Фаберлик! Генеральный спонсор программы – компания Фаберлик Казахстан.